Добрый вечер. Скажу, что мы очень довольны и своей игрой, и самоотдачей ребят, характер, который они проявили. И то, что после пропущенного мяча мы не остановились, все равно старались играть, отыграться, по крайней мере, хотели. Поэтому где-то и немного удача была, что сегодня мы отсюда возим очко, и оно для нас первое, и оно еще более цен. В целом, мы остались довольны отношениями ребят, поэтому отсюда результат. Дякую. Коллеги, пожалуйста, плачусь за питание. Сперед, еще минуту мать, что Динамо уже записало три очки за эту игру. Вы это слышали от вашей команды, что Динамо думало, что игра сама выиграется? Ну, я больше смотрел за своими игроками, то есть мы изучали соперника, и я не думаю, что сегодня против нас играла Динамо фактически для всей сборной Украины. Если убрать состав ДПН, то все остальные игроки – это игроки сборной Украины. Поэтому не думаю, что была недооценка с их стороны. Просто где-то мы достаточно компактно сыграли. То есть мы закрыли те зоны, где более опасным было Динамо. И, может быть, если бы мы первый мяч быстро пропустили, наверное, бы Динамо почувствовало бы уверенность и могло бы довести игру до более крупного счета. А так, вначале не забили, мы немножко адаптировались к тем скоростям, которые Динамо нам предложила. Навязали свою игру, контр-игру, много прессинговали. То есть мы не сидели все время там возле своих городов. Когда соперник нас заставлял туда сесть – это один момент. Но мы много огрызались, мы много могли забить и второй мяч. Ну, не скажу, что удачи не было. Потому что Шуст очень здорово сыграл, то есть в двух моментах очень выручил команду. Но это его работа. Он очень качественно сегодня играл на линии. Поэтому Волгоприн вратарь. И отсюда, наверное, мы положительный результат для вас. Дякую, пожалуйста. Скажите, видно было, что вы добро выучили киевский Динамо манеру игры, а особенно в нападе. Ничего не было такого несподиманного? Ну, нам было сложно предугадать, какой будет выйдет состав. Потому что, если учитывать все игры, которые там играли Динамо и товарищеские, официальные, в каждой игре было изменение состава. Но игровые принципы, они оставались. То есть независимо от фамилии футболистов, которые выходили на футбольное поле, игровые принципы оставались. Ну, рисунок был у команды один и тот же. Поэтому мы уже адаптировались и постарались нивелировать эти сильные споры. Я бы хотел, пожалуйста, через вопрос. Сергей Викторович, на начале этого сезона команда, можно сказать, страдала. Не могли ли вы набрати очки? Было достаточно тяжело. Сегодня ваш первый очкод в игровой таблице. Сегодня был присутствующий президент на стадии Лобоносского. Расскажите, что вы уже разбудовали для них? Может быть, были пригодны для команды в сегодняшний день? Да. Ну, я бы не сказал, чтобы мы страдали в тех играх. Мы страдали из-за того, что мы не могли набрать очки. Да. То есть мы переживали. Но у нас новая команда. И мы только строим эту команду. И так календарь попался, что у нас Шахтер, Динамо, Заря, Десна. Ну, никому не пожелаешь такого календаря. И все эти команды сейчас в лидирующей группе в таблице чемпионата Украины. Поэтому не так сложилось, что мы через эти игры строим команду, строим коллектив. То есть 9 человек у нас новых футболистов в составе. Это много. И нужно время для того, чтобы они поняли нашу идею, чтобы они поняли друг друга, выучили друг друга. Есть очень много еще над чем работать. Президент. Пока я не общался с президентом. Ну, конечно, я думаю, что президент однозначно будет эмоционально доволен. Потому что, ну, скажем, здесь, в Киеве, это братич Киев и Динамо. Не многим командам удается. И если нам это удалось, то однозначно он как президент должен быть этому доволен. Но я думаю, не только результату как таковому, а и в целом отношению к ребятам. Потому что у нас нет там суперзвезд. Мы, в принципе, играем командой. То есть нет ярких индивидуальностей. Есть командная игра, есть командное старание. Есть бойцовский характер. Мы не уступали в тех играх, даже когда мы проиграли. То есть мы, в принципе, старались максимально навязывать и Шахтеру, и Диснею. Поэтому я думаю, что президент останется. А премиальный пока нет. Пожалуйста. Дмитрий Андреевич. Горотор Малыш. Он остается в кубе? Чи ты спадишься? В моем новом сезоне он очень добрый заберет на бак? Ну, однозначно он в команде. Однозначно он работает с нами. Никуда мы не хотим с ним расставаться. Ничего. Перспективный вратарь. В определенный момент, когда в прошлом сезоне Трамп получил Шуст. Он нас выручил во многих играх. И, в принципе, достаточно неплохо выглядел. Но, опять же, если вы смотрели состав предыдущих игр, то в трех играх играл Гальчук. Сегодня играл Шуст. Никто не предполагал, что все эксперты считают, что будет играть Гальчук. Ну, то есть это мое решение. Сегодня играл Шуст. Может, в следующей игре будет играть и Малыш. То есть у него хорошая перспектива. Он вчера играл против молодежи Динамо. Выиграл Динамо 2-1, но он играл всюду. Я уходим. Догласка. Сергей Костыр, хоккейский футбол. Какова задача в бульса на сезон? С огранением тропы сфере что-то больше? Ну, пока я вам скажу как тренер. Я понимаю, что президент может ставить разные задачи для нас. Как можно выше, то есть подниматься. Но учитывая то, что мы очень сильно обновились и команда, повторюсь, она только строится. Поэтому говорить о каких-то задачах мне как тренеру пока очень сложно. Моя задача быстрее, чтобы команда поняла мои требования, мои идеи, идеи тренерского штаба. Чтобы команда играла, будет играть, будет набирать очки. Я думаю, что потом будет их задача. Конечно, хочется как можно выше подняться. Не хочется все время там внизу быть. Посмотрим, как сложится чемпионат. Много факторов. И травмы, и карточки, и календарь, и дома на выезде игра. Плюс фактор судейства, он тоже может влиять на распределение. Сегодня великолепно бригада отработала. Дала динамику, дала борьбу. То есть много свистков не было. И если бы на каждой стыке, как говорится, был бы свисток, я думаю, что никому бы эта игра не понравилась. В Украине всегда был динамичный силовой футбол. Поэтому нужно давать командам играть. Пускай решать то сильнее на футбольном поле, а не каждый свисток. Сегодня просто было на загляденье. Да, какие-то эмоции у нас там были. Но это всегда было, если будет двух команд. Как Вы считаете, на сегодняшний день Ваша команда укомплектована достаточно хорошо для решения Ваших конкретных задач? Или Вам беспокоят какие-то линии? Может где-то? Да, беспокоят. Как выполнителя Вам не хватает? Беспокоят однозначно. Мы бы хотели еще группу атаки, особенно это фланговые игроки, хотели бы усилить. У нас еще просто есть игроки, которые по травме выходят. То есть у нас Андрей Коробенко, который должен был, готовился к игре, но в прошлый вариант он получил микротравму. Надеемся, что уже в следующей игре восстановится. Есть Лупашка Владислав, который после операции еще восстанавливается. То есть в принципе потихоньку-потихоньку мы, скажем, станем крепче. Но игроки атаки, особенно фланговые игроки, для отдации, для усиления, ну то есть допускать на замену, чтобы усиливали, мы бы еще однозначно хотели. Пожалуйста, встаньте. Ваш президент сказал про то, что на весне вы, небы, будете играть уже на вашем стадионе. Это подповедает действительности? Там что-то бедуется? Ну, я, честно, не строитель. Я вижу, что каждый день много техники, много людей там строится. А что по плану, как оно должно быть, я вижу визуально. Есть здание, есть поле, есть трибуны, есть освещение. Как по графику мы идем или не по графику, я не знаю. То есть я надеюсь тоже, мы тоже хотим. У нас, получается, все игры мы играем на улице. То есть мы не жалуемся, но хотим играть дома, хотим играть при своих болельщиках, чтобы приходили болельщики поддерживать. Хочется сегодня сказать отдельное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. Мы их слышали на протяжении всего матча. Их было немного, но они очень ярко и очень эмоционально за нас переживали. И поэтому им большое спасибо. И большая заслуга их в том, что мы сегодня строим эту встречу. Дякую. Всем на добрый день. До свидания. Спасибо большое.